Глава тринадцатая. Вторжение рассудка. Итак, как это было? Совсем недавно, примерно 50 тысяч лет тому назад, произошло событие, радикально изменившее поведение и образ жизни одного из зверей планеты. Стайный падальщик Хомо пережил вторжение рассудка в свой череп. Этот жуткий гость лишил животное всякого комфорта и спокойствия. Самые первые ощущения, разумеется, были строго физиологическими и крайне болезненными. Дебют рассудка был подобен появлению в абсолютной черноте головы тлеющей тонкой нити. Нить жгла и беспокоила животное. Животное скулило и трясло головой, стремясь вытряхнуть внезапную пакость. Но этих тлеющих ниточек становилось все больше и разгорались они все ярче, увеличивая жгущее ощущение. Шаг за шагом рассудок превращал простое звериное сознание в набор тлеющих мерцающих обрывков, тревог, наблюдений и загадок. Они плохо связывались между собой, но их количество росло. Правда, животное понятия не имело, что творящееся в его голове – это тревоги, наблюдения и загадки. Оно чувствовало лишь тошнотворную пульсацию картинок и звуков, зачем-то пришедших к нему в голову. Мир необъяснимо расширился и наполнился обрывками угроз, которые раньше были неизвестны животному. Чувство тревоги стало постоянным, как и распиравшая хому похоть. Она-то вообще получила особые права и возможности. Теперь похоти стал не нужен запах и вид реальной вагины. Эта волосатая штуковина переселилась в череп и изнутри пощипывала человековедениями. Голод, который всегда был безликим зудом, слепо толкавшим найти или убить, тоже обрел черты и образ. Окорок в голове оказался способен шкворчать и сочиться еще лучше, чем настоящий. Поначалу рассудок был воспринят не как дар, а как мука. Животное пыталось избавиться от наполнившего череп объемного зуда. Бедные хому бродили, как зачумленные, пытаясь грязными ногтями выцарапать эту пакость из-под шерсти на голове. Но все было тщетно. Человек был принужден к рассудку, и эта печать принуждения останется навсегда. Как навсегда останется и желание освободиться от этого ига. Мозгу, разумеется, было наплевать на страдания животного, точно так же, как ему безразличны родовые или иные боли. Он мог стереть с себя это паразитическое явление так же легко, как здоровая кожа избавляется от прыщей и дерматозов, а мог и не стирать. Почему же не стер? Да потому что у рассудка нашлось, чем угодить древним угрюмым структурам мозга. И он стал их любимой забавой, шутом и аниматором. Такими очками смешано дополненной реальности. Умножая впечатления и переживания, он как никто умел будоражить нейроны, удовлетворяя их вечную жажду возбуждения. Сладкая эпоха чистого сознания закончилась. Поясняю. Сознание и рассудок это совершенно разные явления. Между ними нет ничего общего. Засевшее в глубоких подвалах мозга сознание это надежная древняя штука. Это банальная физиологическая функция, которая неизбежно есть у всякого животного чуть сложнее губки. Сознание это просто объемная, звучная, пахучая проекция реальности. Любой мозг, любая нервная система читает реальность, так как вслепую выжить невозможно. Да, сознание бывает разного качества, тут все зависит от рецепторов. Совсем хилая рецепторика и картину мира создает приблизительную и мутную. Нередкость парочка сознаний в одном мозгу. Как, например, у хамелеона, глаза которого абсолютно независимы друг от друга и способны одновременно фиксировать никак не связанные между собой события. Это равносильно способности читать и понимать два сложных текста одновременно. Само по себе сознание безмолвно, оно не разговаривается своим организмом, оно не задает вопросов, не подсказывает ответов, оно свершается автоматично и незаметно для особи. Получив проекцию реальности и ее изменений, оно сигналит в нужные отделы мозга, и те без колебаний принимают все мышечные, химические и электрохимические решения. Животное проживает свою жизнь, не подозревая об этой работе. Все решения принимаются за него. Рассудок же ведет себя нагло и безжалостно. Он дразнит, терзает, лезет с советами и провоцирует на ошибки. Разумеется, он получил вид на жительство не за красивые глаза, а благодаря способности создавать раздражителей больше, чем сама реальность. Самтохома при этом, конечно, мучается, но бледные ядра и лучистости его подкорки наслаждаются адскими дозами возбуждения. Стоп! Миллион извинений, но для объяснения того, как рассудок был подсажен в череп, приходится использовать тот самый лукавый эффект прокрутки. Разумеется, процесс вторжения свершался шаг за шагом и был размазан по десяткам поколений. Мы же вынуждены были упаковать этот процесс в десяток фраз. Может создаться ложное впечатление чуть ли не моментальности этого события. Напоминаю, такое впечатление будет ложным. Продолжим. Разумеется, наделение рассудком не было штучной работой с каждой отдельной тварью. Отнюдь. И свершилось оно не через добавление новой завитушки коры и не через увеличение лобных или иных долей мозга. Не пришлось прибегать и к оперативной нейрохирургии. ХОМО не строились в волосатой очереди на трепанацию и коррекцию извилин. Такого не было. Как не было и тысяч взволнованных ангелов в белых халатах с микроскопами, фарширующих нейроны человека знанием всей пестроты мира. Нет. В полушариях все оставалось прежним и обычным. На месте и при исполнении почти никак не тронутое переменами осталось и сознание. Оно пока сохраняло большую часть полномочий. Но его борьба с рассудком за власть над поведением человека уже началась. Появление рассудка в черепе человека – история не менее забавная, чем эволюция мозга. Она тоже очень простая, без загадок и таинств. Был ли рассудок человека новым и исключительным явлением в природе, не имеющим ни аналогов, ни происхождения от низшей формы? Разумеется, нет. Разум – это же не гость из иного измерения. Здесь вновь настало время вспомнить основной принцип мироздания. Нет ничего нового и уникального. Того, у чего нет эволюционной истории, попросту не существует и без колебаний может быть сдано в религиозный утиль. Абсолютно все. От галактик до лимонады имеет этапы развития и свою анцестральную начальную точку. Эволюционную историю имеют не только тела, но и явления, в том числе и разум. Мозг любого размера и покроя его не генерирует. У него нет ни такой функции, ни такого потенциала. Более того, разум гораздо старше мозга и сознания. Его первичную примитивную форму мы легко обнаружим в протерозуе. Тогда миллиарды крошечных первичных организмов сливались в колонии. Мозга еще не существовало. Сознание тоже. А необходимость обедать, флиртовать и сражаться уже была. И все эти проблемы надо было как-то решать. Современные нам мышатки, сифонофоры, парусницы и другие колонии микроорганизмов существенно меньше своих протерозойских пращуров, но организованы они по такому же точно принципу. Составляющие их зооиды не имеют мозга и начисто лишены сознания. Однако, слившись в колонию, они принимают верные житейские решения. Колонии демонстрируют вполне разумное поведение и отлично чувствуют себя в самых злых океанах. Примерно так же себя вели и их древние предки, демонстрируя первичный разум. Чтобы ориентироваться, искать, охотиться и так далее, организмам не нужен мозг. Достаточно единства множества взаимозависимых клеток, связанных общностью интересов, типом питания и размножения. Разуму не нужны даже рассеянные нейроны. Это доказывают желтые плесневые грибы, способные к удивительным рассудочным трюкам. В этом же убеждают шастающие по лесам красавцы плазмодии. А венерены мухоловки, которые даже и не грибы, демонстрируют наличие отличной памяти. Что, впрочем, делают и сплавы металлов, начиная с никелида титана. Да и кроме вышеупомянутых, полно успешных видов, которые не имеют нервной системы, однако отлично соображают и запоминают. Память, разумеется, и не нуждается в мозге. Смешно. Этому мозгу нужна память материи, чтобы из жирных кислот каждый раз складываться в орган. Память чуть-чуть древнее разума. Без нее невозможна самоорганизация материя, все химические и физические события. Это очень простая штука, надежно сделанная из набора известных связей, электронных, ковалентных, водородных и прочих. Кирпич, который не помнит, что он кирпич, обречен. В элементных и твердых формах память почти безупречна, а вот в биологических она может сбоить. ДНК делалось в торопях и получилось очень уязвимой. Из-за этой халтуры биота далека от совершенства, но зато регулярно наполняются формалиновые банки в кунсткамерах, а анатомы радуются новым экземпляром уродцев. Ничего не поделаешь. Так уж вышло, что от мамы материи биологическим формам достался эконом-вариант древнейшего свойства. Но для потребностей биоты достаточно и его. А там, где есть память, при необходимости легко заводится и разум. Итак, колонии безмозглых микроорганизмов протерозоя – это и есть начальная точка того самого биологического разума. С тех давних пор практически все живое таскает в себе ген этого полезного свойства. Чаще всего ген дремлет в темном углу генома или используется весьма умеренно, но при необходимости ген легко активируется и берет штурвал. Разум – это строго коллективное явление. Он не может быть достоянием одной особи. Ему нужна крепкая общность заоидов, одержимых желанием выжить. То есть колония. И чем она многочисленнее, тем богаче разум. А вот размер участников такой колонии может быть любым. Такие понятия, как «большое» и «маленькое» – это литературщина. Для эволюции это пустой звук. Она с одинаковым успехом жонглирует как галактиками, так и квантами. Напомню, что сифонофор и мшанок обозвали микроорганизмами те самые существа, которые с высоты вороньего полета сами-то выглядят как икра у клейки. А уж для высочайшего ока эволюции род человеческий – это тоже всего лишь обычная колония микроорганизмов. Напомним, что для эволюции слово «человек» означает не особь, а всю популяцию. И над ней властны те же законы, что когда-то позволили протерозойской биоте объединиться и противостоять среде. Сам по себе биологический разум – явление крайне незатейливое. Да, он позволяет колонии чавкать планктоном, выбирать правильные места на донных камнях, булькать ядовитыми пузырями дурмани, рыб и так далее. Это все важные умения, но применить их можно только в дайвинге. А вот если есть необходимость изобрести хотя бы примус или выборы, то этот древний дар надо хорошенько замешать с возможностью нейронов, а также с рефлексами, агрессиями и ловкостью рук. Такой коктейль надо долго взбалтывать, доводя до полной однородности. Лучшим миксером, кстати, являются страдания вида. Отлично работает голод, вымирание, вечная опущенность. Время взбалтывания – около 20 тысяч лет. Но без всяких гарантий, тут уж как повезет. Если хоть один компонент этого микста отсутствует, то ни черта не получится, сколько ни взбалтывай. Мадагаскарская руконожка, к примеру, имеет изумительные почуткости кисти грудных конечностей. Она могла бы создавать несравненную ювелирку или стать звездой нейрохирургии ярче самого Пентфилда. Но с нейронами у руконожки откровенно плохо. Поэтому не она своими уникальными пальчиками запирает клетку с хома, а он с ней. А вот морская корова с ее богатейшим мозгом не располагает вообще никаким пальцевым потенциалом. И поэтому не способна на карманную кражу даже в переполненном трамвае. Но если весь набор в наличии и нужная кондиция коктейля достигнута, то примус неизбежен, а также марсоход, паскаль и подгузники. Человек, конечно же, пролез в повелители планеты благодаря своей первой и основной профессии. Дело в том, что ремесло падальщика сложнее искусства хищника или работы травоядцев. Оно самое изощренное и многовариантное изумений, а посему требует огромного количества как одиночных, так и сочетанных рефлексов. На секундочку приостановимся и вспомним. Вся история человека, его науки и культуры – это просто поиск его нервной системы, все более сильных раздражителей, изобретение причудливых комбинаций звуков, цветов и образов. То, что хомо принимают за переборы своих душевных струн, за вибрации внутреннего мира и за мысли, на самом деле просто звук нейронов, изголодавшихся по новой остренькой дозе. Вся цивилизация – это производное свойств нервных клеток. И культ Азириса, и Третий Рейх – это все проделки нейронов. Разумеется, первичные колонии микроорганизмов не сами изобрели разум и не прописали его с чистого листа. Просто в них удачно аукнулась старинная способность материи к самоорганизации. К той самой самоорганизации, что разумно мастерит планеты и выстраивает их в чрезвычайно разумные гравитационные системы, подобные Млечному Пути. Эти системы, строго говоря, тоже колонии, где все составные взаимозависимы. Правда, в масштабах Вселенных и их можно обозвать микроорганизмами. Да и внешне, кстати говоря, все они похожи на светящихся мшанок. Кстати, и сам мозг скроен по принципу колонии микроорганизмов. Просто вялые зооиды замещены пронзительными нейронами. При желании можно идти и глубже, можно прочертить весь путь этого свойства, начиная с до большевзрывной квантовой пены и нюансов ее поведения. Это легко, но к нашей теме не имеет прямого отношения. Так что и фиг с ней, с этой полной историей разума, как природного явления. Нет смысла загромождать ею текст. Конец тринадцатой главы.